Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007, и это экстренное видео, посвященное раскрытию обмана на Всероссийской киберспортивной студенческой лиге, организуемой Федерацией киберспорта России. Буквально день тому назад были опубликованы официальные результаты соревнований в Приволжском федеральном округе, который в общероссийском финале ВКСЛ представит сборная Самарского государственного технического университета, сам ГТУ. Второе место в этом регионе заняла команда Уфимского государственного нефтяного технического университета. Почему же нас все это заинтересовало? Да, собственно, потому что, как видите, в списке дисциплин есть Старкрафт 2, именно в матчах по Старкрафту, которые во многом решали судьбу первого места в этом округе, произошли достаточно странные вещи. Что конкретно произошло? Ну, давайте все по порядку, но для начала, чтобы вы понимали, за что идет борьба, вот вам призовой фонд общероссийского финала этой лиги. Как видите, деньги достаточно серьезные, даже в Старкрафте, я уж молчу про командные дисциплины, и суть в том, что все команды проходят на всероссийский финал, исходя из результатов во всех дисциплинах. То есть нет такого, что университет может пройти во все российские финалы только в Старкрафте или только в Доте. Результаты каждого учебного заведения суммируются по всем дисциплинам, и, соответственно, успех состава по Доте и то, какое место они в итоге займут, зависит в том числе от результатов состава по Старкрафту. Понимаете логику, да? Одна дисциплина влияет на все остальные. Поэтому любой университет заинтересован в том, чтобы в каждой дисциплине добиться максимально возможных результатов. И вот Самарский университет отправил играть за свое учебное заведение в Старкрафте некоего Игниса. Мы видим его результаты за расу Тиранов, видим, что где-то год назад он был на своем пиковом ММА за Тиранов. 3141 ММА, это его абсолютный рекорд, он там довольно много наиграл. Ну и в последнее время он играл не очень много, но находится как раз в районе 3000 ММА. Его соперник из Уфимского государственного нефтяного технического университета, это Эш Брингер. Игрок достаточно сильный, может быть не суперизвестный, в том числе в нашем регионе, но вот его актуальный ММА по состоянию буквально на позавчера, 5813 ММА. Это его рекорд, он находится в своей лучшей форме, наверняка серьезно тренировался и готовился к этому соревнованию. И как раз за день-два до их встречи в финальном поединке, вот в региональном, да, в соревновании округа, они также сыграли с Игнисом матч групповой стадии. Там было БО-3, где Игнис играл за Зерга, Зерга его сильнейшая, судя по всему, раса. И давайте быстренько посмотрим, как эти матчи проходили. Вот, собственно, справа внизу на Романтициде Эш Брингер, слева сверху Игнис. И давайте просто посмотрим, как Игнис играет. За Зерга, почему он играл, спросите вы, Зерги по сайту RankedFTV и по другим сайтам, которые позволяют получать информацию об игроке, это его сильнейшая раса. Ну, почему он дальше играл за Тернов, мы попробуем потом обсудить и понять отдельно. Что мы видим? Игнис просто играет 12-й пул с попыткой поставить прокси-хату на базе соперника, но, мягко говоря, контроль ему вообще не дается, и по итогу он теряет дрона, который должен был поставить прокси-хату. Короче говоря, как-то вот 12-й пул не удался, и более того, нет даже попытки перехода в макро. Дальше бежит еще какая-то куча Зерглингов, то есть тут еще и, судя по всему, макро было такое, что личинки скопились. Видите, 600 минералов у него, ну, да. Это, в принципе, стандартная игра, игрока из платиновой лиги, его ММАР соответствует как раз платине 1. Против игрока из Грандмастера, тут попытка зачизить успехом, она не увенчалась, ну и, в общем-то, да. Понятно, что ничем хорошим этот поединок уже завершиться не мог. Так, счет стал 1-0 в пользу Эшбрингера, или, может быть, уже 2-0, я даже не знаю, порядок сетов. Сейчас вам покажу еще одну игру на Оксиде. Показываю я вам эти игры для того, чтобы вы понимали, вот, уровень игры Игниса за Зерга. Да, понятное дело, может быть, за Терна он там играет сильнее, но, в любом случае, нет такого, что за одну расу вы играете на уровне ГМЛ, а за другую на уровне Платины. Все, кто когда-то играли в Старкрафт, понимают, что такие расклады невозможны, и, в принципе, за одну расу вы почти всегда будете играть сильнее, чем за другую, если ваш никнейм не хэштег ЧСВ-007. Но эта разница в уровне будет не какой-то прям сверхневероятной и сверхсущественной. Вот здесь что-то вроде игры в макро, да, давайте посмотрим, как она выглядит. Ну, нормально, там вроде какой-то дебют. Хата, газ, пул, зачем-то был отменен дрон, что? Не, ну, дрон это что-то очень странное, ну, ладно. Так, какие-то королевы делаются, заказывается куча собак. Ага, ну, видимо, снова ЧС, да, понятно, Бейлинг Нест. Макро не будет, ребят, в макро не посмотрим. Но тут, кстати, тоже какое-то палево, третья база не ставится. Да, естественно, Эшбрингер все это видел, все это понял. Сталкера красиво ставит стенку, чтобы нельзя было пробить Бейнами какого-то адепта. Ну, и тут, извините, но это, конечно, бездарное исполнение. В плане, что просто как-то даже Бейнами не вместе шел. Можно было бы уже попробовать взорвать здание, но, да, понятно, что все это мимо кассы. Ну, и типа пошли дроны, типа пошел какой-то план Б, ладно, это... Выглядит все, конечно... Ну что, выглядит, на самом деле, как типичная игра Платины против Грандмастера. Ничего нового, ничего интересного, да, спора нет. Когда прилетели два Оракула, понятно. Вторая волна Бейлингов... Понятно. Даже ничего не получилось, к сожалению. Ну, да, да. Просто разница в уровне, ребят, просто Протас деклассировал Зерга, и... Естественно, при разнице почти в 3000 ММР, игры в Старкрафте редко выглядят сколько-нибудь равными. Так что... Да, здесь все максимально серьезно. Отметим, кстати, что при этом Зерга очень много кликал, прям 265 АПМ, но... К сожалению, ничего хорошего из этого не вышло. Вот такая вот игра, да, уверенная простая победа Протаса со счетом 2-0. Что же изменилось и ради чего мы, собственно, делаем это видео? Ну, вы знаете, совершенно внезапно в финальной игре, где эти два университета, сам ГТУ и УГНТУ, боролись за победу в Приволжском федеральном округе, Игнис решил сыграть за Террано. Ну, естественно, это не какое-то там уголовно наказуемое дело, мало ли. Захотел сыграть за Терна, сыграл. Никто к этому придираться не будет, тем более, какая разница, да, мы помним, что за Терна там те же 3000 ММР, и какая вообще разница Эшбрингеру, за какую расу будет играть Игнис. Ну, вот и давайте посмотрим, изменилось ли что-либо в игре Игниса. Собственно, мы помним, что он играл там какие-то просто левенькие чизы, да, там однобазовый какой-то странный 12-й пул с прокси-хатой, которая не удалась даже поставить эту прокси-хату, не удалось. Потом Беллингбаст или наоборот порядок был, опять-таки, это все неважно. Здесь за Терна, ну, как будто бы такое, прям начало все-таки в сторону макро, да. Рипер в командный центр. Интересно, прям, морпех вон дальше какой-то. Реактор, бункер, ну, тут прям... Подождите, подождите, он еще рипером тут похарасил, да, я правильно понял? Так, прилетает рипер. Ага, ага. Прилетает рипер, тут похарасил, пострелял по пробкам, по таймингу ушел. Интересно, здесь бункер прям тоже четко по таймингу. Ребята. Уровень-то внезапно пошел, да? Есть такое ощущение? Признавайтесь. Как же тут прям контроль такой, а? Ух. Хорошо, хорошо, красиво, уверенно, нормально. Четко, стильно, молодежно. Постойте, тут еще и билд в третий командный центр. Это страдки у вас в платине один. Я слышал, в платине один еще предпочитают ставить планетарную крепость на натурале, а не в три орбитальные станции идти. Ну ладно, что уж там, не будем придираться к выбору стратегий. Тем более, не могу отказать себе в удовольствии процитировать то, что мне передавали инсайдеры, как вообще судьи комментировали все происходящее в этом матче. Ребята, Игнис собрался. Это ответственный матч. Не то, что был вот предыдущий. Поэтому парень взял ответственную расу, которая нынче в моде и в мете, правильно? Самую сильную расу. Больше всего шансов за нее выиграть против Протаса. И сразу уровень пошел. АПМ, что характерно, видите, уменьшился аж на 100. Это прям тоже так интересно. Но вот уровень повысился очень серьезно. Тут ничего не скажешь. Эш Брингер делает все, что может. Прыгает тут сталкерами. Он решил пушануть с четырех гейтов, но напоролся на довольно большое количество мародеров-морпехов. Как-то прям нормально уже третья орбитальная станция перелетает. Суровая макро от платинового терна. Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы платиновый теран за шесть с половиной минут построил одинаковое количество рабочих с грандмастером? Армию поделил на две части. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёшки-ёй-ёй. Ничего себе. Слушайте, ну у меня как бы начинает возникать ощущение, что все люди, которые писали в чатике и в комментариях, что это там у себя в грандмастере, ты такой умный, приди к нам в платину, мы тебя развалим. Я прям уже начинаю верить. Посмотрите на это. Макро, конечно, от бога. Так. Вообще, посмотрите на лимит, ребят. Как вам? Как вам расклады? За 8 минут плюс 30 лимита у игрока из платины. Три полностью раскачанные базы. Ставь лайк, если тоже сидишь в платине, и вы можешь собрать 150 лимита за 8 минут. Когда соперник будет тебя харасить, естественно. Так, здесь первое удачное действие от Протаса. Забежал, отменил четвертую базу, но ничего не смущает Игниса просто. Берет и ставит сразу смело четвертую. Пошел развод по двум фронтам, посмотрите. Огромное войско приходит в лоб. Давайте прям посмотрим, как это выглядит вот из глаз. Из глаз настоящий платины. Ребят, никогда в жизни еще не было у меня ФП от платины. Давайте, поехали. Так, основная армия здесь. Оп, оп, до заказ. Быстренько до заказ. Хорошо, здесь бросили скан. Посмотрели, вкололи стимпак. Нормально, идем вперед. Так, в это время еще обязательно нужно мультитаск врубить. Правильно, в платье нет. Только так и делаем, высаживаемся. Хорошо, здесь отбежали за форсфилды. Нормально, продолжаем до заказ. Это очень важно прямо во время сражения. Все четко. Хорошо, здесь кололи стимпак, здесь кололи стимпак. Слушайте, ну это профессиональное сражение. Это максимально профессиональное сражение. Хочу заметить, кстати, что АПМ во время профессионального сражения там реально зашкаливал. То есть, там прям какой-то момент за 350 было. Так, ну это как бы уровень. Это уровень, ребят. Хорошо, хорошо, идем дальше. Идем дальше. Тут идет вперед очередная мощная армия. Которая идет разваливать Протаса. На этот раз, видимо, без какого-то мультитаска. Просто идем в лоб. У Протаса 2-2 на 1-1 на самом деле. Поэтому у него тут армия хороша. Должен отбиваться. Террен фокуснул батарейку. Ничего себе. Вот эти ребята из платины, поняли? Наламываются и батарейку сразу выключают. Красиво. О! Мультитаск! Хорош! Ребята, это же... Это ученик братка. Смотрите, смотрите. Это ученик братка. Что он делает? Это очень важно сейчас прям. Так, тут контроль, контроль, контроль. Да-да-да-да-да. Все понятно. Так. Просто 300 АПМ стандартный. От платины. Так. Ого, там еще, кстати, видали? Там, короче, минеральная оптимизация. Одна газилка не качается. Во! Это школа братка. Два либератора по шифту. Красиво. Красиво. Мне кажется, Игнис просто специально к этому маршула. Матч взял уроки от братка. Вот чем объясняется. Его внезапное... Чудеснейшее преображение. Так. Так, нормально. Боже, как он кликает реально. Как он дозаказывается. Какое у него макро. Уф. Призма с темплерами. Ничего себе. На какие жертвы идет Эшбрингер, чтобы справиться с Тереном с платины. Видали? Призма с хай-темплерами. Так. Ну, здесь очередное сражение. Куча пехоты. Пар танков. Лимиты, кстати, вообще неприятные реально. Прямо максимально неприятные. Так. Ну, тут вроде просто что. Сражение как сражение. Медиваки без маны только у Терна. Поэтому пехота довольно быстро теряет ХП. Ну, Эшбрингер теряет Нексус. А вместе с ним, конечно... И какие-то реалистичные шансы на то, чтобы вытащить эту игру дальше в макро. Поэтому даже не знаю, ребят. Придется смотреть на ускоренные, получается. Получается, вот не справился он, да? С этим Тереном. Ну, вы уже, в принципе, поняли, к чему я клоню. Есть, да? Какое-то, ну, легкое подозрение, что что-то, наверное, пошло не так. Ну, это пока так, ребят. Это просто гипотеза. Какие-то легкие, там... Легкое недоумение, да? В конце концов, ну, реально игрок собрался. И вообще, вот здесь он проиграл сражение. Ну, и пофиг, что успел фокуснуть Архонов на лоу ХП. А сейчас вообще он Протас придет, развалит. Потому что у него 3-3 грейды. Ладно, не придет и не развалит, конечно же. Короче, что? Все наши подозрения, естественно, можно отмести, разбить. Ну, что, парень собрался. Показал уровень, в конце концов, у нас в Самаре. Вы, сами знаете, самые топовые киберспортсмены и студенты. И вообще... Что мы этих уфимсов не катнем, правильно? Так. Эшбрингер идет какую-то атаку отчаяния. Потому что в это время его дома там уже проносят. Он здесь запутался. Слушайте, еще продакшен этот у платиновых тернов. Видали? Прям какой... Либератора в экстрене разложил. Слушайте, а мне даже интересно. Кризис менеджмент. Игрока из платины. Это очень важно, ребят. Момент, когда начинается размен. Блин, это же самые вообще... Самые сложные моменты в Старкрафте. Честно, я нередко теряюсь, когда начинается размен и делаю какую-то фигню. Давайте посмотрим, реально. Следовательно, здесь. И подняли орбитальную станцию. Быстренько все роллипойнты с бараком на мейне на мейн. Здесь вкалываем стимбак. Бежим как можно быстрее забирать у соперника юнитов. Дальше. Да, снова роллипойнты нормально ставим. Либератора возвращаем. Раскладываем на рампу. Здесь армию еще раз калываем стимбак. Бежим вперед. Здесь что? Здесь подняли сапплай. Сделали все для того, чтобы там соперник не мог нормально подняться. С трех бараков отдельно роллипойнты поставили. Таким образом, чтобы юниты не умирали на этой армии протаса. Сделали очередной заказ. Здесь рабочих выводим на починку планетарной крепости. Тут армии продолжаем движение вперед. Вот, боже, что он делает реально. Это просто жесть. Здесь, конечно же, пехотой надо покайтить. Это правильно. Здесь уже минус Нексус на натурале. Остается только Нексус на мейне. Планетарная крепость выстояла. Да, ребят, ну вот это... Да, да, да. Это Игнис. Это Платина. Это Самара. Что ж, получается ГГ. Получается 1-0 в нашем прекрасном матче. Кстати, это матч до трех побед, а не до двух, как был предыдущий. Из-за того, что это финальный поединок в этом округе. Ну, то есть, сразу, да, все понимают... Все понимают, какой здесь накал. Все понимают, какой здесь уровень противостояния. И сейчас мы посмотрим, что же было дальше в этом увлекательном поединке. Сэп номер 2 на карте Lightshade. Давайте смотреть, изменится ли что-то здесь. Легкие подозрения возникли, да? Что что-то может быть не так, но... Мало ли, может быть, нам показалось. Может быть, была удачная игра. Давайте продолжим. 3000 ММР против 5800. Я думал, с чем это можно сравнить. Вот если бы я играл против какого-то соперника, да? У меня против Сэрла, например, отставание менее 2000 ММРа. Тут все-таки все 3000. То есть, это получается... Я должен дать Сэрлу фору. Я должен играть с Гандикапом. Правильно? Вероятно, сравнить этот матч можно с моим матчем против Сэрла, где 70% хп будет не у Сэрла, а у меня. Мне кажется, похожая аналогия. Так, снова быстрый третий командный центр. Да, елки-палки. Как же... Как же это платино тащит в макро? Это жесть просто. Да. Три барака. Красиво. Кстати, на этот раз мы видим, Эшбрингер меняет стратегию. Он играет в колоссов и фениксов. Видя, что... Ну, как-то вот не получается, да? Просто мозгиетовым войском, так сказать, нахрапом взять этого мощного терана. Блин, мне нравится эта туретка, кстати. Она реально очень похожа на туретку от платинового терана. Чё она прикрывает, непонятно. Ну, хотя... Не, ладно. На самом деле, понятно. Типа, вот эти три туретки, да, они создают такое, как бы, закрытое для фениксов пространство. Но фениксы вот здесь могут пролететь в продакшн. Такая странная немного туретка всё равно, на самом деле. Ну, ладно. В конце концов, это Платина. Правильно, как мы можем Платину критиковать за кривую поставленную туретку? Или не совсем удачно поставленную туретку? Давайте просто смотреть дальше. Чё тут? Просто спокойная макрос. Ну, вот посмотрите, за 7 минут раскачал 3 базы. Офигеть просто. И четвёртый командный центр такой резкий. Боже, Игнис, как ты хорош. Дружище. Так, медиваки полетели, да? Ух, ничего себе реакция! Стоп, 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 стоп. Что? Ребята, это момент года. Так, ну, ещё 3 барака, естественно. Стандартные 8 бараков. Так, 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 так. Вау! Меньше секунды, по-моему, хватило Игнису, игроку Платиновой Лиги, чтобы отреагировать на миникарту. И отправить назад медиваки. Ё-моё, ребята! Насколько же я плох всё-таки, да? Вот играю тераном. Взял недавно 6К ММР, а миникарту до сих пор не вижу. Но парни, у которых ММР в два раза меньше, миникартой пользуются идеально. Что ты будешь делать с этими топовыми прогеймерами? Ну, недаром говорят, да, что все лучшие игроки в Старкрафт, они там, они в золоте, в платине. Там настоящие стратегии. А потом просто тупые задроты, которые ничего, кроме своих билдов, не играют. Топ-вейт, правда, здесь тоже вполне себе профессиональный билд такой. Армия, которая делится на две части, да? Прям серьёзно всё. Смотрите ещё на эту застройку, мне реально нравится. Уже 6 командных центров, 7 командных центров, косты. Мы тебя узнали. И выход на 200 лимита, причём, вы посмотрите на эту армию. Армия с гастами даже, ой-ёй-ёй. И у гастов грейт на радиус ЕМП, ой-ёй-ёй. Фу, ну тут, конечно, сейчас пойдёт жара. ЕМП хами забросал. Кайтить начал. Знаете, кстати, что интересно? Интересен такой показатель, как ЕПМ. Это АПМ без накликов. Более 7 в пике. Ребят, 7 содержательных действий в секунду в пике. Хорошо, так и быть. Если ты умеешь в платиновой лиге делать 7 содержательных кликов в секунду, реальных приказов, а не накликиваний, ставь дизлайк этому видео. Да, ребята, я просто прозреваю. Так, ну ладно, что дальше-то будет? Дальше Протас нападает на эту армию. Снова шикарные ЕМП-хи сюда позаходили. Позиция божественная. Ещё одно ЕМП прямо на доварп идёт. ЕПМ 490 в пике. Ой-ой-ой. Это более 8 содержательных кликов в секунду. Вы понимаете? Более 8 кликов в секунду без накликиваний. Слушайте, мне интересно, а какой у меня пиковый ЕПМ вообще когда-либо был? Кстати, расшифровывается ЕПМ, если что, Effective Actions Per Minute. То есть количество эффективных действий в минуту. Это не термин, который мы тут только что придумали, термин, который официально есть в игре. Так, ну ладно. Ладно. Мы опять идём в контратаку. Опять инициируем ЕМП-хами. Будем включать мультитаск. Прилетаем на натурал. Там вкалываем стимпак. Здесь разложились. Кого-то колосика поймали. Да, ребят. Тераны вообще настолько имба. Вы понимаете, насколько тераны имба? То есть достаточно иметь 3000 ММА за терана, для того, чтобы обыгрывать 5800 протаса, оказывается. О! Но тут появляются серьёзные юниты, ребят. Дизрапторы это проблема даже для теранов высокого уровня. Даже корейцы иногда на дизрапторах что-то теряют. А что будет здесь? Ну, нормально, убежали от первого диза Забежали на мейн Снова забросали все емпэхами Но, судя по всему, все эти гасты умрут Что ж, обидно получается, Игнис не доработал по микро Ничего страшного, зато за это время он, знаете, сколько командных центров построил? Восемь С ума сойти И, кстати, на дистанции всей игры 16-минутной, он по потерям впереди Против Протоса, у которого колоссы, архоны, дизрапторы И никакого отставания по грейдам Фантастика Что ж Я думаю, вы догадываетесь, что после такой игры И после того, как счет неминуемо станет 2-0 в пользу господина Игниса У наших коллег возникли определенные подозрения И у Эшбрингера И даже у некоего господина Каби, который этот матч комментировал Как вы считаете, это справедливо вообще, что после такой игры могут возникнуть какие-то подозрения? Или все-таки пахнет Пахнет обманом Да, вы посмотрите на это макро, реально Жесть Так вот Самое интересное подозрение возникли Но! Благодаря четкому прописанному регламенту Всероссийской киберспортивной студенческой лиги Эти матчи проходят таким образом, что участники физически находятся рядом с судьями Понимаете? То есть, господин Игнис, игрок из Самары, находился в каком-то компьютерном клубе в Самаре И после того, как после второй игры, собственно, Эшбрингер и неравнодушные люди попросили судей, собственно, убедиться, что играет реально вот этот игрок Реально Игнис, а не кто-то другой Судьи пообещали вот прямо-таки сфотографировать Игниса во время игры в третьем сете на карте Романтицид И знаете что? Ну, они его действительно вроде как сфотографировали И вроде как это действительно был Игнис на Романтициде А что же произойдет на Романтициде? Хммм... Давайте смотреть вместе с вами Вот он Эшбрингер, бедняга, уже 0-2 проигрывающий в этом матче И вот он Игнис Игрок, который просто порвал Порвал! Порвал этого 5800 Протаса В двух красивых макроиграх На Десауре И Лайтшейде Что он будет делать на этот раз? Странно, да? Что Что-то перепутались цвета Ну, ладно С кем не бывает Просто... Просто именно на этой карте Почему-то забыли поставить цвета Хмм... На этот раз, похоже, игры в Reaper командный центр не будет Ну, а почему нет? Что, Игнис обязан, что ли, все сеты играть одинаково? На этот сет, ребята, у него заготовочка Пошла факта! Барак перелетает на реактор Рабочий возвращается домой Хмм... Здесь почему-то Игнис решил даже не разведывать Ну и зачем? Правильно, у него тут... У него тут какой-то свой билд Хмм... Средний ЭПМ, правда, почему-то уменьшился еще на 50 Интересненько Ой... А ЭПМ как-то вообще обидно проседает Ну, ладно, это не важно Сейчас можно пойти вперед О, нормально Вперед идет группа морпехов с танком В итоге это однобазовый улын Марики танки банши Именно на романтициде Именно на большой макрокарце Все понятно по антилогике Соперник же точно не будет готов К чему-то подобному в этой игре Вот он на лом Вот она атака Естественно, самое интересное Это ЕПМ в сражении, ребята Давайте мы его вот так выведем просто Он пока не очень успешное наступление Так, ну ладно Прилетела баньша, но там батарейка Что же делать Ой, а че по миникарте? А че по миникарте? На миникарту, кажется, мы не отреагировали И полетели баньшой лупить Следующих пробок Хотя там батарейка все равно Интересно Интересно Стоп 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 А это что такое? Отставить все эти ЕПМы Самое интересное, ребят Подождите Куда приехали эти рабочие? Просто вернулись домой И просто стоят на одном месте Да, немного обидно Как для нашего уровня макро Я вам скажу откровенно Циклон еще зачем-то построен Ну, наверное, это против Войдрейв, да? Ладно Какой-то план Б пошел Армия просто шатается по центру Возможно, в этом есть какая-то задумка Сложно сказать Эшбрингер продолжает обмазываться батарейками Давай, Игнис Нужно что-то делать Возможно, лезть на батарейки Нет! Срывать рабочих! Подожди! Ну мы же второй командный центр поставили Куда срывать рабочих? А как же макро? Как же наши крутейшие макро-игры Да елки-палки Ладно, ребят Сейчас все получится Сейчас все получится В бой! Пытались поставить автотретку Не получилось Поставили со второй попытки Просто скучает бет реверчардж ЕПМ просто зашкаливает в этом сражении Почти 480 О! Нормально ГГ Как-то нехорошо получилось, да? Не пошла игра, ребят Не пошла игра Из Самары Что это был 100% Вон А дальше что было, ребят? Ну дальше счет стал 2-1 В пользу Игниса И мы отправились на карту Джаганатха Где, насколько нам известно Почему-то в первые 50 секунд Возникли некие проблемы С клавиатурой Там какие-то Технические были проблемы Что-то непонятное Прям Да не знаю Даже как это вот все Прокомментировать Объяснить Просто, в общем, что-то Что-то там не пошло В начале игры Вот сейчас увидим Там вроде В начале все норм Какие-то там Здания Вроде ставились Вроде как-то рабочие Заказывались Но что-то Какие-то тайминги там просели АПМ упал Там пришлось паузу поставить Сейчас что-то не так Видите Даже рабочие на газ Не были отправлены Но Все В какой-то момент Вроде там все Более-менее поправилось Пробочка Эшбрингера Приехала на разведку Рабочий Игниса Поехал на разведку Нормально Если И были какие-то Технические трудности То вроде бы они Успешнейшим образом Преодолены Да? Да Вроде как преодолены Ну и славно Значит можем продолжать играть И на этот раз Снова макро Снова рипер в командный центр Но зато билд не в 3 барака Тут какая-то другая стратегия Что ж Это славно Снова почему-то в начале Не 110 А 160 АПМ Ну ладно Какая разница Ребят Что это АПМ Вообще Он реально от карты к карте Может скакать Прям Максимально активно Давайте смотреть Тут ничего интересного В начале Какое-то стандартное Абсолютно начало Бла-бла-бла Там Эшбрингер Снова идет в колоссов Фениксов Правильно Трипером Все разведал Игнис Опять видимо там Какой-то был Технический момент Но ничего страшного Это уже Эшбрингер Попросил паузу Так А тут что? А тут дроп минок А Ну это моя любимая стратегия Вообще Любимая стратегия Всех тернов Из платины Дропнуть мины В принципе Нормальная тема Так Там кстати Фениксы есть Но ничего страшного Все равно Можно дропнуть мины Согласен Давайте кстати посмотрим Оп-оп Как оперативненько Красивенько Четенько Минки дропнул Дома макро занялся Не ну этот парень Реально хорош Третий командный центр Уже готов Менеджмент пристроек Топовый Тут медиваком облетели Третью орбитальную станцию Заказали Бараками прилетели За технические лаборатории Третку думали поставить Решили в итоге не ставить Там фениксы Прихватили медивак Черт с ним Я бы не сказал Что это был хороший дебют Если честно По итогу Потому что Ну что Пять рабочих убито Видите По потерянным ресурсам Все плохо Потому что фениксы Нормально врывались Да ну окей Смотрим Что будет дальше Дальше Орбитальная станция Перелетает на третью Тут ставится третка Снова пошла раскачка Третьей базы Как вот Как вот именно В ваших сетах Кроме романтицида Да у Игниса Прям Нацеленность на макро Появилась Именно что-то на романтициде И не было Правильно Может быть он просто После двух успешных сетов Решил что этот 5800 ТОС Вообще Ну бас его Можно Однобазовым Улыном Раскатать Но понял Что так просто Не получится И так сказать Заново Собрался Оооо А это кстати Мой еще один Любимый билд Из платины Знаете какой Это ребят Билд ордер При котором Ты строишь С трех бас Кучу танков Гастов И потом Срываешь рабочих И идешь В улынову атаку Ёлки-палки Как же эти пацаны Из платины Хороши Ну это Просто билд от Мару И реализация Прям как у Мару С бункерами Совсем на свете Посмотрите на эту Гигантскую армию Да Это вам не шуточки На лом От протаса ЕМП Хиппали Просто по всему Почему только Можно было Но там батарейка Там Шилдбет Реверчардж Который закирил Двух колоссов Тем не менее Уже какой-то Экономический урон Нанесен И в теории Тут даже можно Пробовать продолжать Игру дальше В макро Фокуснуть Там каких-то Фениксов Пытался Террен Напоследок Красиво Красиво Реально Чё по АПМ Кстати 209 среднего АПМ 150 среднего ЕПМ Очень чётко Всё исполняет Конечно Игнис в этой игре И да Видите Даже в макро Переходит Но единственное Что по грейдам Он всё-таки Отстаёт Там 3-3 делаются Да Игнис застрял На 2-1 Есть ощущение Что эта ошибка Может стать фатальной Для господина Игниса Потому что Действительно Тут Дальше по грейдам Вся эта армия С колоссами и фениксами Будет Жестить Но снова Оп Видим Попытка мультитаска С этими либераторами По шифту Эшбрингер Впрочем Их перехватывает Своими фениксами И здесь снова С рабочими Идёт вперёд Войско Но Видите Сплит от Дизраптора Был неудачный Плюс опять-таки Грейды уже Очень хорошие У протаса Поэтому Протасу Удаётся Переиграть Этого Мощнейшего Платинового Терана В макро Счёт Становится 2-2 Ребята Мощнейшая Борьба Я Такого Противостояния Платина Игмела Не видел Очень давно Поэтому Естественно Мы Не откажем Себе В удовольствии Быстренько Просмотреть Дроп Промотать И пятый Решающий Сет После чего Я покажу Вам Что-то Очень Интересное Итак Пятый Решающий Сет Здесь Карта Субмарина Кстати Вот Карта На которой Здорово Бы сработали Какие-то Однобазовые Улыны Но Если они В планах У нашего Уважаемого Терана Это вопрос На который Нам только Стоит Получить Ответ В будущем Нет Снова Третий Командный Центр Вот это Да Ну Если Серьёзно Начать Обсуждать Вопрос Почему Третий Командный Центр На Субмарине Ответ Элементарный Судя По тому Что мы Видим В этом Матче Эш Брингер Играет В колоссовый Фениксов И похоже У Игниса Была Настолько Серьёзная Подготовка К этому Матчу Что Он даже Знает Что соперник Играет Именно В колоссовый Феникс Именно В ПВТ Хотя Играл Он Вроде Как С ним Только ЗВП И Что Против Колоссового Феникса Очень Восьми Минут Три Полностью Раскачанные Базы Снова Мультитаск Это Вы посмотрите Здесь Кайтим Здесь Высаживаемся Вкалываем Стимпак Воюем Наносим Урон Да И Четвёртый Командный Центр Ещё В это Время Доделываем Что Я могу Сказать Ребят Я завидую Если Вот Прям Так Откровенно Да Мне кажется Я играю ТВП Чуть-чуть Хуже Ну Просто Есть Такое Ощущение Смотрел Он Как Парень Гастами Контролит Уровень Уровень Сейчас Вообще Сложная Ситуация Для Терна Опять Таки Можно Посмотреть Как Она Выглядит С Его С С Вывести Наш Любимый Графич Очень Активно Сейчас Терен Пытается Тут Каких-то Колоссов Заснайпить Разложный Танк Разложный Либератор Эш Брингер Чувствует Что он Близок Победе Над этим Платиновым Тереном Поэтому Напряжение Максимальное Делает Все Что может Сейчас Протас Поднимает Два Сичтанка Которые Были На Хайграунде И Со всех Сторон Наламывается Терен Но тут у Терна Уже Грейды 2-2 Эш Брингер Такой Улыновый Налом Делает С 1-0 Грейдами Лимиты Равны У Терна 4 базы У Протаса 3 Да Фактически Протас тут Играет Улын Протасу Даже удалось Забрать Одну Орбитальную Станцию У Терна Но Пока Непонятно Приведет ли Это его К победе Снова Раскладывается Танк На Хайграунде Какая же Четкая Продолжает он Просто массово Клепать армию 2-2 на 1-0 Это еще не гарантия Победы Помнится Одна легендарная Игра была Где я с 3-3 Проиграл апгрейдом 0-0 Спасибо Чардж Зилотам И Штормам Да Но здесь Просто Фантастический Контроль Постоянно Вымикривает Какими-то Отдельными Юнитами Терна Постоянно Фокусит Каких-то Колоссов Или Других Ценных юнитов Врага Постоянно ЕПМ Там зашкаливает 200-300 В сражениях До заказик Четкий Вроде удалось Да Удалось отбиться От этой Безостановочной Агрессии Соперника Терну Ну а если удалось Отбиться То ребят Тут расклады Очень простые Тут у Терна Потенциально 4 базы Дальше А Протс Вообще еле Добывает Что там у него Осталось Протс потерял Не так уж и много Рабочих Но он и строил Изначально Не очень много Он тут уже На лон дистанц майнинге И Грейды Конечно Ужасные Снова Посмотрите На этот Мультитаск Медиваки С натурала На мейн Тут группа Пехоты Уклоняется От снаряда Дизраптора Красиво Красиво Что ж Получается Наш матч Подходит К концу Получается Что так И мы Приступаем К самому Интересному Господа Гэгэ Пишет Эшбрингер 3-2 Платиновый Тиран Официально Переиграл 5800 Протаса И прямо сейчас Мы начнем Разбираться Как он это Сделал Итак Господа Первая Тирема Которую Мы будем Сейчас Доказывать На карте Романтицид В этом матче Играл Не тот Игрок Который Играл На всех Остальных Картах Каким Образом Мы Это Докажем Ну Давайте Начнем С такого Внешнего Визуального Сравнения С чего Мы начнем Давайте Вспомним Ту самую Игру На Оксиде С которой Мы начинали Просмотр Матч Протаса Против Зерга Там Где Игниус Пытался Запушить Бейнингами Давайте Просто Проанализируем Основные Показатели АПМ Там Где-то 150 Ну Нормально Да Зерга Высокий АПМ Там Был Мы помним Много Накликиваний Количество Скринс Перминут Переключение Экрана В минуту В среднем Около 15 Спендинг Коэффициент То есть Коэффициент Траты Ресурсов 85 Сет На Романтициде Из нашего матча Меньше АПМ Но Что куда более важно Очень близкий Показатель Экрана В минуту Понимаете Вот Количество Переключения Экрана В минуту Накрутить Не так просто Как АПМ АПМ Это ты просто Кликаешь 1-2 1-2 Вот Переключать Экраны Особенно На дистанции Какой-то игры Хотя бы 5-6-7 минут А там Игры были Примерно Одинаковые По продолжительности Накрутить Довольно Сложно Так что 14 Вот Вполне Реалистичный Показатель Видите Тут 15 Тут 14 Ну и Коэффициент Раты ресурсов Тут 85 Тут чуть получше 100 Был у Игниса Когда он играл За Террано На романтициде А вот На всех остальных Картах Давайте-ка Посмотрим Тут За Террано Тоже мы видим АПМ 115 Скринспер минут 14 Коэффициент 100 Субмарина 150 АПМ 19 Экранов В минуту Прям существенно Больше И Почти 160 Коэффициент Траты Ресурсов Джиганатха Такой же АПМ 24 Экрана В минуту 136 Коэффициент Траты Лайтшейд Лайтшейд Вообще 30 Экрана В минуту 140 Коэффициент 157 АПМ Десаура 142 АПМ 21 Экран в минуту 152 Коэффициент То есть Коэффициент Траты ресурсов Макро Самый низкий Это 136 На Джиганатхе Где был улын с рабочими На Романтициде 100 Количество экранов В минуту Вместо 14 Коэффициент Коэффициент На Романтициде Или 15 Коэффициент На Оксиде У Игнеса На остальных картах Субмарина Самый низкий 19 Джиганатха 24 Лайтшейд 30 Десаура 21 Тоже такое Знаете Количество Получается Достаточно Серьезное И вот Как будто бы Есть какие-то Отличия Да Но АПМ Тоже Вот тут Затерно На 115 Дальше 150 Давайте посмотрим Карта Карта Десаура Сразу Говорю Что Этот график Означает Просто То В какой момент Какую Кнопку Какую Группу Использует Игрок Да Вот он Забиндил 1 И дальше В моменты Когда он нажимает 1 Мы видим Что он Собственно Вызывает Эту контрольную Группу Точно так же 2 4 6 7 Ну и Обратите внимание Насколько схожи Рисунки На Десауре Субмарине Лайтшейде Просто вот Один в один Да Прям Очень похоже На Романтициде Абсолютно Другая ситуация Это можно Объяснить Другой стратегией Но Есть вещи Которые От стратегии Не зависят Совершенно Вот давайте Например Посмотрим Каким образом Работал Игнис С контрольной Группой 7 Это бараки Бараки У него есть Понятное дело В абсолютно Каждой Игре Что тут Интересного Вот посмотрите Как он работает С бараками Там постоянно Такие Сдвоенные Стройные Прям выделения Видите Вот здесь 7-7 Потом 7-7-7-7 Потом снова Быстренько Потом снова Быстренько Потом долгая пауза Потом прям Три подряд Три подряд И три Совсем близко На субмарине То же самое Вот прям Видно Как он По несколько раз Выделяет Бараки Как он Несколько раз Подряд Прокликивает Лайтшейд Вот то же самое Видите 7-7-7 Прям Три раза подряд Выделил После того Как забиндел На Романтициде Абсолютно Другая Линия Использования Этого Хаткея Это невозможно Каким-то Образом Подменить Нет такого Что вы По-разному Работаете С хаткеями На разных Картах Потому что Вы просто Подсознательно Пользуетесь Этой Игровой Механикой Здесь Видите Нет таких Сдвоенных Стройных Выделений Барака Есть Просто Использование Тех же Хаткеев Но совершенно В другой Манере Но По поводу Контрольных Групп Опять-таки Можно спорить Потому что Билдордеры Разные Стратегии Разные Мало ли Что Как Где Могло Пойти У меня Для вас Есть Абсолютно Бесспорное Доказательство Того Что На Романтициде Играл Другой Игрок Какой Бо ни Была Стратегия Какой Бо ни Билдордер Есть Вещи Которые Одинаковые Во всех Стратегиях И на Всех Картах Это То Как Игрок Например Ставит Газ Какие Действия Он совершает Для того Чтобы поставить Газ Обратите Внимание Мы Использовали Расшифровку Всех Действий Игрока В каждом Сете И построили Такую Цветовую Маску Вот Команда Selection Delta Это ты просто Рамкой Кого-то Выделяешь Например Или просто Выделяешь Какой-то Юнит Это Синий Цвет Оранжевый Команда Что-то Построить Зеленый Команда Какого-то Райт Клика И Желтый Там Команда Заказать Юнита Посмотрите Как гладко Субмарина Синий Оранжевый Синий Зеленый Синий Оранжевый Зеленый Желтый Абсолютно Такая же Маска На Лайт Шейде И на Десауре Только один В кавычках Лишний Клик Там еще раз Он выделил Рабочих На тайминге 0.47 То есть там Еще один Лишний Синий Клик Появляется Но Что самое главное Видите Здесь нет Никакого Накликивания Вот если Разобрать Что происходит На 0.43 Я выделил Один раз Рабочего И дал Команду Построить Газ На Субмарине Да Дальше То же самое На 0.43 Выделил Рабочего А дал Команду Сразу же Построить Газ На Лайт Шейде На Десауре 0.44 Выделил Рабочего 0.45 Дал Романтициде Посмотрите На Эту Цветовую Маску Это Абсолютно Другая Последовательность Действий На Романтициде Человек Три Раза Кликнул На Рабочего Прежде чем Отдать Команду Поставить Газ И потом Еще раз Начал Выделять Рабочих Я Специально Показал Как были Построены Оба Газа Чтобы вы Видели Что это Не случайно Постоянные Какие-то Наклики Выделения Нескольких Рабочих Перед Постройкой Газа Только На Романтициде Это Было Хотя Там Суммарно АПМ Меньший То есть Как это Так На Романтициде Игрок Кликал Меньше АПМ Меньше Но При Постройке Газа Он Накликивал Больше Это Говорит Нам О том Что Как раз Таки Наклики На Романтициде Были Искусственными Игрок Пытался Создать Больше АПМ Для Того Чтобы Типа Быть Похожим На То Как Он Действовал На Других Картах Но На Самом Деле Он Именно Этим Все Испортил При Постановке Газа Он Делал Совершенно Не те Действия Что Во всех Остальных Играх И Руководствуясь Не только Субъективными Впечатлениями Об Уровне Игры Которых Более Чем Достаточно Для Любого Инсайдера Старкрафта Но И Абсолютно Объективными Данными Которые Невозможно Подменить Я готов Утверждать С абсолютной Уверенностью Что На Романтициде Играл Другой Человек Другой Игрок В отличие От всех Остальных Карт На Которых Играл Кто Спросите Вы Кто Играл Вместо Игниса На Всех Остальных Картах В этом Матче Здесь Мы Не Можем Быть Уверенными На 100% И Дальше Мы Вступаем Можно Сказать В Область Предположений Но Естественно Я Эти Предположения Сделаю Для Того Чтобы Разобраться Кто Может Быть Этим Игроком Давайте Посмотрим На Механику Контрольных Групп Игниса Вот Что У нас На Единичку Тут Все Время На Единичку Просто Все Командные Центры На Примере Субмарины Бинды Понятное Дело Одинаковые На Романтициде Там Тоже Типа Бинды Были Примерно Такие Же То есть Игрок Понимал Что Надо Именно Эти Бинды Использовать Просто Была Другая Динамика Но Неважно На Два Выделяется Сначала Рабочий Разведчик Потом На Два Появляется Вся Армия Да Да Так И Есть На Три Фэктори На Четыре Рабочие Какие То И потом Этот Бинд Не Используется Очень Интересный Бинд Видите Видимо Это Рабочий Разведчик На Пять На Пять У нас Старпорт Хотя Слушайте Может Это не Разведчик Ладно Просто Какой-то Рабочий На Четыре Вот Тут На Шесть Интересно Тут Да Тоже Как будто Рабочий Разведчик И Дальше Дальше Риппер Ага Все На Два Смотрите Как будто Вспомогательная Армия Да А на Шесть У нас Армия Основная Вот Мы Разобрались То есть На Шесть Сначала Рабочий Разведчик А потом Основная Армия А на Два Вспомогательная И тоже Сначала Рабочий Очень Прикольная Схема А на Четыре Только Рабочий Так На Семь Барак На Пять Старпорт Ладно Это Не Интересно Уникальная Схема Уникальная Тем Что Есть Изначально Три Бинда На Рабочих Давайте Запомним Вот тут На 0.15 Биндится Тут Биндится Рабочий На 1.04 Одновременно На Два И На Шесть Вот На Две Контрольных Группы Которые Потом Превращаются В Две Группы С Армиями Да Это Абсолютно Уникальная Схема Которую Я не Видел Ни Одного Игрока Кроме Мастер Васи Давайте Разбираться Здесь На 1 ССВ 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 Дальше Там Какие То Мины На 4 Во Командные Центры Запомнили Здесь На 4 Там На 1 Командные Центры Соответственно Здесь На 4 ССВ Первый Бинт 0.15 И Дальше Видимо Особо Этот Бинт Нигде Не Использовался Давайте Посмотрим Другие Карты Так На 4 ССВ Тоже Нигде Не Использовался На Лайтшейде На 4 ССВ Оп Какая-то Маленькая Вспомогательная Группка Хорошо Бинт Рабочих В районе 15 Секунды И Потом Какое-то Отдельное Применение Да Здесь 15 Секунда Бинт Рабочих И Потом Какое-то Отдельное Применение Для Вспомогательных Юнитов Нашли Соответствие Контрольных Групп 1 И 4 Нашли Идем Идем Дальше Контрольная Группа 2 Вот Это Самое Интересное Да Рабочий Который Назначается В районе 1 0 4 На 2 Разных Контрольных Групп И Вот Потом Видите На 2 И 6 Тут Идут Армии Давайте Найдем А тут Кажется Это Группа 2 И 3 Смотрите Тайминг Тут 1 0 4 И Тут 1 0 4 Назначаем Рабочего Контрольная Группа Использовалась Но Видим Что Как раз На Тройку Потом Выделяется Основная Армия Этот Бинт Видимо Был Не Нужен Полное Соответствие Полное Соответствие Тут Биндов 2 6 Тут Биндов 2 3 Ну Остальные Бинды Стандартные Неинтересные 5 6 7 Барак Фэктори Старпорт Здесь Соответственно 5 7 И Что там 3 Фэктори Старпорт И Барак Бинды Кстати Какие-то Нарочи Неудобные Вот Кому Из вас Было бы Удобно Заказываться С Бараков На 7 Со Старпортов На 5 И С Фэктори На 3 Основную Армию Биндить На 6 2 И 4 Согласитесь Чушь Какая Это Да Понимаете К чему Я клоню Клоню К тому Что Это Я утверждать Не могу Со 100% Уверенностью Но Вася Который Просто Подменил Свои Стандартные Билдордеры Просто Поменял Их Забиндил Вот знаете Там Прям в настройках Можно Зайти Сейчас вам покажу Как это сделать Чтобы вы понимали Что я имею ввиду Значит Что было сделано Вот я захожу В настройки Хаткеев Иду В Глобал Контрольные Группы И знаете Что делаю Вот здесь Вместо Ctrl 5 Мы вот Это уберем И вот Это уберем Я делаю Ctrl 4 Не-не-не-не Ctrl 4 Вот А тут делаю Ctrl 5 Понимаете И в итоге Когда я буду Нажимать 5 У меня будет Выделяться Типа Контрольная Группа 4 И Собственно В той программе Которую мы Сейчас используем Будет показываться Как будто Я обращаюсь К контрольной Группе 4 То есть Я могу Просто Поменять Любые Циферки Местами И я буду Нажимать На одни И те же Цифры А в программе Будет выводиться Так Как будто У меня Другие Поменял местами Вот 1 и 4 Бинды Да Там какие-то Что он еще Поменял Тут было 2 и 3 Согласитесь Это куда более Удобно Чем 2 и 6 Вот он 3 и 6 Например Поменял местами Он поменял местами Просто некоторые Контрольные группы Для того Чтобы типа Нельзя было его Спалить Что он пользуется Теми Хаткеями Но Детектива Алекса Не провести И С высочайшей Вероятностью Мы Можем Предполагать Что Играл Именно Мастер Вася Итого Что я могу Утверждать Господа Я могу Утверждать Что Господа Из Самарского Государственного Технического Университета Пригрели Жулика Абсолютно Точно В матче Против Эш Брингера Играл Не Игнис Теран Из Платиновой Лиги А некий Игрок Из Грандмастер Лиги Это Абсолютно Очевидно И понятно Любому игроку Который хоть что-то Понимает В Старкрафте Только На карте Романтицид Играл сам Игнис И мы доказали Что конкретно На Романтициде Где Судьи Фотографировали Игрока Который Выступал В тот момент Играли Играл собственно Сам этот парень Во всех остальных сетах Играл другой игрок Помимо этого Мы не доказали Но достаточно убедительно Продемонстрировали Что скорее всего Это был Мастер Вася По чудесному Совпадению Он тоже Живет В городе Самара И вот здесь Начинается Самое интересное Потому что Мы пока лишь доказали Что жульничеством Занимается Игнис Но дело в том Что Господин Эшбрингер И все остальные Заинтересованные люди Утверждают Что Релога Между картами В этом матче Не было А значит Вполне вероятно Что Физически Мастер Вася И Игнис Находились Вместе А значит Где-то рядом С ними Находились И судьи А значит Судьи Должны были Быть в курсе Происходящего И масштабы Обмана И жульничества Могут быть Намного Больше Чем нам Показалось На первый взгляд Уважаемая Федерация Киберспорта России Я призываю Вас Начать Полноценное Серьезное Расследование Этого инцидента Прямо сейчас Не думайте Что Вы сможете Его замять Спустить На трамвозах И так далее Мы все знаем Что вы Объявили Результаты А теперь Время Заняться Поиском Справедливости В этой Интересной И грязной Истории Для вас Работала Аликс 007 Мы провели Расследование Полноценного Обмана И жульничества В рамках Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги От Федерации Киберспорта России Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Делитесь Отзывами В комментариях До новых встреч Всем пока И удачи Услышимся